Сергей Лазарев рассказал о подготовке к Евровидению. Сегодня в Москву приехали его соперники из 8 стран. И все вместе они дали пресс-конференцию. Наш корреспондент Анастасия Тимоничева всех внимательно выслушала. Настя, приветствую тебя. Рассказали Лазарев хоть какие-то секреты о номере на конкурсе? Да, Алексей. На самом деле сегодня я впервые живую у нас в России Лазарева. И могу сказать, что для журналистов он очень неудобный собеседник. Дело в том, что на вопросы отвечает очень кратко. Останавливается, как правило, на самом интересном месте. И вот умеет он не раскрывать интригу, держать всего до самого конца. Но я думаю, что это такой продуманный ход. И сегодня, идя на эту пресс-конференцию, он, конечно, понимал на какие вопросы он ответит, а на какие нет. Ну, сейчас я во всем расскажу по порядку. Действительно, представители из 8 стран, которые приехали в один из бизнес-центров столицы, чтобы ответить на вопросы журналистов. Это такое превью перед колоконцентром, который пройдет сегодня вечером в столице. И поэтому, собственно, они отвечали на вопросы. Ну, были здесь представители из Мальты, из Армении, из Азербайджана, из Израиля. Ну, достаточно много участников. И скажу, что на соперников и на конкурентов они совсем не были похожи. Достаточно мило между собой общались. В основном, конечно, на английском языке. И в этом плане Сергей Лазарев поддерживал атмосферу дружбы и веселья, потому что он очень хорошо говорит по-английски. И было видно, что он уже успел познакомиться с участниками. С некоторыми даже, как мне показалось, достаточно близкими. Например, с исполнительницей из Мальты, которая сидела от него по правую руку на пресс-конференции. Он даже в один из моментов поцеловал ее в шоку. Периодически щемпал за лицо. Но, в общем, видно было, что утром уже почти друзья-друзья. Ну, вот я сейчас вам предлагаю посмотреть, как же приветствовали некоторые из участников журналистов. Например, исполнительница из Мальты продемонстрировала знания русского языка. А певец из Израиля, кстати, достаточно такой яркий джентльмен, он даже рассказал, что коллекционирует русские сувениры. Москва, Руссия – это народ очень хороший. Руссия – это народ очень хороший. С пресс-конференции Сергея Лазарева и других участников Евровидения была моя коллега Анастасия Тимоничева.